Итак, я сейчас возле аккорда резиденции президента в Канстане у нас, и чтобы отличить адекватную страну и то есть неадекватную, это необходимо всего лишь подойти к аккордеатам, к резиденции президента любой сцены и то есть если вы подходите к аккордеатам, то в адекватных странах там охраняют вас, а вот в неадекватных странах охраняют аккорду. Вон те товарищи, ну и всякие патрульные машины здесь уже увязались. Я вот сто процентов уверена в том, что если я сейчас с таким вот плакатиком выйду вон туда, то вон туда загонят весь ОМОН в нашей стране. Я иду, я вот просто вот сто процентов уверена. Я, значит, пришла с плакатом о том, что в такой вот священный праведник Айрт свободу в Курбан Айрт, свободу политическую заключенную. То есть о чём я хотела сказать. К сожалению, здесь не что, ладно, я. Я тоже не знали что, но ладно. В общем, здесь я всего лишь вызываю к Такаеву, к нашему, так сказать, верующему человеку. Он особо верующий человек, потому что там и мамами там всякие фотки, или же там всякие разные, в общем, фотки с этими, с детьми о том, что священный праздник Айрт. Я вот всех представляю с Артой. Ну так сделаю же ты их хотя бы одно реальное дело. Отпусти всех заключенных в этот священный праздник Айрт. Для тебя, священный он. Так, щас мы посмотрим. К сожалению, я здесь одна, куда я стою? Ну ладно. Тихо, что я одна стою с плакатом с этим. Я просто шоке от того, что, от того, сколько же людей охраняют аккорды. В… вот, е-е-е, е-е-е… Я… дам… Смотрите. Что я… вот, они уже лифтах отсюда… е-е-е… и я… что-то приблизилась к Какурги. Всего… два шага сделала. В Кокорде, вот, 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 они уже рядом, так сказать. Значит, ещё два шага вперёд, они все меня просто опутают. А вот там-там, к сожалению, пройти я не могу, а потому что, а потому что они так защищают Аккордун, а не меня. Обычного пиртого человека с плакатиком. Значит так, вот окуда, вот плакат, вот окуда, вот плакат. Я просто в шоке того, что у нас охраняет, значит Аккордун, этот суд охраняет там, охраняют. Такой от урока охраняет, они страшно охраняют причём. Там такой забор огромный, просто огромный забор там, а в адекватных странах там все открыто, там открыто все для людей, велкам, товарищи, велкам. А у нас к сожалению страна неадекватная, все как красиво, ну это же надо, сколько же необходимо иметь ресурсов, чтобы вот это все сделать. Вот этот фонтан, не знаю, сколько он там стоит, это же нереальные огромные ресурсы. Ну то есть, а вы союзите в этом, что сейчас в городе Арыщ? Что сейчас там? Ну то это вообще, это какой-то бред. Они сказали, а потом, что это было природное явление. Блин, и я в шоке того, что они сказали, ну это же прямая ваша вина, прямая вина власти вот вон там в этой власти. И я просто, в шоке того, что они сказали о том, что там, что там все хорошо в Арысе, все хорошо в Арысе, все хорошо в Арысе, все делать. А там ни хрена ничего не делается. Там столько людей умерло. А они сказали о том, что там всего лишь три человека умерло. Всего лишь три. Ну кто в это поверит? Кто? Скажите мне, какой вообще идиот в это поверит? Да и вообще вот в такую наглость, когда случился вот этот взрыв. И они абсолютно там ничего им не сделали в Арысе. Но за то, что красавчик президент, он там страшно там всем пообещал всего, что там все будет у них, все будет у вас Арысе. Он туда приехал с камерами, там весь такой красавчик, на них все будет. И что же там будет? А там ни хрена и ничего не будет. Вот смотрите, как живут там, в Акурде и что же происходит в Арысе? Ну вот, что же происходит в Арысе? Скажите мне, что происходит в Арысе? Добрый вечер, добрый вечер. Фонтан и красивый. Так, люди, не звоните мне, если вы... блин. Сейчас. Значит так, я вот... не закончила я. Сейчас время расскажу. Вот там вот уже находится товарищ. Чтобы я бедного этого ничего не сделала. И это очень... это очень странно. И еще это очень... грустно. Грустно это. Потому что... потому что... потому что... как... знаете... очень красиво, Сонтанна, очень. Ну ладно, давайте я тут сяду, я уже устала. Ходить. Так. Я уже так устала ходить? И так. Я требую свободу всем политическим заключенным. В какой-то священный праздник Айт. Дукаев, он так красиво так... всех сайтам... Поздравил. Ну так... сделайте их хотя бы одну... хотя бы одну... реальное дело. Хотя бы одну. Хотя бы одну. Но нет же. Там... столько... всяких... красивых слов, он... он говорит. Ну... ни... 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 ни Все будет, там все будет в Алисе. А что же там? Там есть, ни хрена, ничего нет. К сожалению, нет. Вот сейчас товарищи вызывают усилие, я это так понимаю. Потому что я пришла с таким плакатом, с плакатом радикального толпа, скажу, скорее всего. Скорее всего, я хочу что-то плохое сделать товарищу, такая бы, скорее всего. То есть, на самом деле, на самом деле, это все очень печально. Это все очень печально, очень печально. Что? У нас она... А куда она охраняется? Не знаю как. А нас они, к сожалению, не охраняют. В... 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 Власть от нас. Хотя, хотя... Как бы... Как бы... Как бы... Как бы... Да... Должно быть, наоборот. Должно быть, наоборот. Должно быть, мое другое, они тут стояли. Но у вас там мало сотрудников, чтобы даже, даже не поняли. Да... Как дела? Хорошо, как дела? Так вот, значит, я пришла с этим плакатом, и, то есть, там, разумеется, я... Пройди, не кажется мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Я Биби Гультуякова. Алтын. Я Алтын. Серка Львина. Привет. 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 Ой. С чем вы пришли? А, мы подписи собираем. Мы собираем подписи в защиту политзаключенных генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Мишелю Бетчет Хэри, постоянному председателю ПРОООН в Казахстане Якупу Берешу, копию послу Франции Казахстана Филиппу Миртыне. Ваше превосходительство. Мы призываем вас поднять вопрос с властями Казахстана об освобождении политических заключенных и оставить преследование участников мирных протестов, правозащитников и адвокатов. В последнее время все международные организации высказывают критику в адрес властей Казахстана за нарушение базовых прав и свобод по политическим преследованиям и игнорирование резолюции ОБСЕ, Европарламента, письменных деклараций депутатов, ПАСЕ, а также решения и рекомендации ООН. Мы хотим выразить свою искреннюю благодарность за публичное осуждение массовых задержаний и нарушений основных прав человека, граждан Казахстана в ходе президентских выборов 9 июня. Главой ООН по правам человека в Центральной Азии мистер Ришельдам Камерда. И все остальное по тексту вы можете прочитать у меня на странице. А какая страница у вас? А, на Фейсбуке Биби Гультуякова. Камила, вы что-то скажете и я буду держать вашу камеру? Ну, давайте. Ну, в принципе, я уже осуществлю чуть-чуть.